Субтитры делал DimaTorzok Президент Азербайджана Фуад Ахунду. Фуад Ахунду. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Спасибо. И из России по Zoom с нами будет общаться российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков. С вами Марков. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте, директор Института политических исследований. Директор Института, да. Уважаемые гости, сегодня, прежде чем перейти к основной теме нашей сегодняшней передачи, я напомню нашим зрителям, что мы находимся в прямом эфире не только телеканала CBC, но и на радио CBC FM на волне 102.7. Что касается темы, то тема у нас одна общая, но источник информации у нас будет несколько. Во-первых, день памяти, 27 сентября. Мы вспоминаем наших героев, которые не пожалели своей жизни для восстановления территориальной целостности Азербайджана. И тут рано утром глава государства облачился к народу Азербайджана с этим днем. Кроме этого, были ряд очень важных, интересных интервью главы государства, приуроченных к этой дате. Так что мы всех этих моментов будем касаться. Фатман, начнем с вас. Мы, в принципе, и до эфира с вами очень коротко сказал. Сказал я вам, что в утреннем обращении главы государства была мысль о том, что мы не смирились с поражением в Первой Карабахской войне. Страна продолжила работать, восстанавливать экономику, строить армию. И в итоге изгнала врага с нашей территории. Мне кажется, это очень же важная мысль. Мы не смирились, нас не смогли сломать. Потому что все остальное могло быть, а вот если не было бы духа, то, наверное, сложно было бы все это реализовать. Как вы считаете, что является базисом того, что нас не сломили? Наша справедливая позиция, конечно же. Именно это главное, то, чем жил весь азербайджанский народ. Когда у тебя оккупируют 20% территории, это, конечно, трудно с этим смириться. Я бы добавил, что когда он, господин президент, говорил, что, если вы обратили внимание, он говорил про 2016 год, про 2018 год. То есть я бы хотел добавить, что мы не смирились, но мы предлагали бескровный вариант. То есть каждый раз мы предлагали им Армении как бы вывести войска с территории. И тогда бы, и, собственно говоря, сейчас уже после окончания Второй Карабахской войны, в Армении многие говорят, что надо было вывести войска мирным образом. Господин президент сказал, что в 2016 году, после взятия Ля-Ля-Тапя, мы продемонстрировали, остановились. Хотя он обратил внимание на то, что в Армении это трактовалось по-другому. Вот здесь как раз-таки надо обратить внимание на то, что в Армении государство всегда обманывало собственную общественность. Даже тогда настолько, что было просто смешно. Потому что всегда было смешно. Но в 2016 году особенно. Потому что они освободили от должности министра, замминистра обороны, начальника генерального штаба. Но при этом они говорили, что мы в войне победили и показали Азербайджану. Вот тогда надо было армянской общественности понимать, что идет абсолютно геббельсовская пропаганда. Вообще Армения отличается тем, что в этой стране все с точностью наоборот. То есть все, что во всем мире, юридические термины, исторические термины, военные термины, в Армении они совершенно принимают абсолютно другой смысл. То есть если весь мир, мировая общественность, а Совет Безопасности ООН это выражает, не не мировой общественности, требует вывести войска, деоккупировать территорию, да, с оккупированных территорий, то премьер-министр Армении говорит, что для нас это не оккупированная территория, для нас это не оккупация. Или то, что во всем мире, говорит, территориальная целостность, а они говорят, что для нас Карабах это независимое государство. И так далее. Это большую злую шутку сыграло с армянским народом. Вот это вот абсолютное королевство кривых зеркал. Кстати, господин президент в одном интервью тоже говорил про Фейкову с историей Коротченко. Я бы хотел остановиться на интервью Коротченко, если позволите. Журнал национальной обороны, конечно. Потому что, знаете, это действительно был мастер-класс со стороны президента, именно в информационной войне. Мы видели такой же мастер-класс в течение войны, в течение более 20 интервью, 23 интервью. Но это было... Тогда, по-моему, ситуация менялась каждый день. Интервью, они были как бы интенсивные. А сегодня было интервью такое обзорное, уже с высоты прошедшего года, итоговое. И вот, знаете, там я обязательно хотел бы остановиться на то, что... Если вы помните, я говорил про номерные знаки автомобиля. Господин президент назвал это кульминацией. Действительно, он фактически поймал вот этим самым за руку весь смысл армянской пропаганды. То есть, представляете, они все эти 30 лет, они говорили, что мы освободили территорию Азербайджана. Мы освободили Шушу, мы освободили Агдам. Кстати, уже после победы некоторые умные армяне стали поднимать голос и говорить, освободили от кого. Так вот, эти номерные знаки, они показывали, что от кого они освободили эти территории. От мирного населения. От мирного населения. Понимаете? Вот это как символически. И господин президент сказал, что мы выставили номерные знаки военных автомобилей, грузовиков. Понимаете? 30 лет сапог армянской армии топтал наши земли. 30 лет колеса военных грузовиков и гусеницы военных танков. Так же топтали наши земли. И вот мы показали, от кого мы освободили. В этом-то весь смысл. Что-то когда говорят, где-то с какой стороны война освободительная, то в Армении опять-таки все с точностью до оборотов. У них это называется агрессией. Представляете, мы прогоняем регулярные войска Армении, своих территорий. У них это называется агрессия против Карабаха. А вот когда они прогоняют 750 тысяч мирного населения, еще знаки. Вы знаете, так тяжело было. Я когда смотрел Агдам и другие города, там в некоторых домах даже эти жигули маленькие, они до сих пор стоят. Видимо, армяне смогли в каком-то состоянии таком ремонтном были. Они были, что армяне их не забрали в качестве трофея, но номерные знаки сняли. И так больно было на это смотреть. Каким же надо чувством обладать, не знаю... Неприличие. Неприличие. То есть они... Но при этом они, господин президент не случайно поймал, они подписались под тем, что мы бандиты, мы террористы. То есть мы никак... Даже если вы оденете военную форму регулярной армии Армении, то то, что вы показываете в качестве трофея номера личных автомобилей мирного населения, показывает, что вы просто обыкновенные бандиты и террористы. И вот мы освободили нашу территорию от этих бандитов и террористов. Там действительно, Фадмальм, очень странная ситуация с этими территориями. Они там не жили, они их разрушили, но при этом переименовали название. Это, конечно, сложно. Я из эфира в эфир это говорю, мне это непонятно. Господин Марков, есть еще такой момент. Сегодня было интервью главы государства информационного агентства Анадолу. И там зашла речь об Азербайджано-российских отношениях. Господин президент сказал, что и во время войны, и после наблюдается, когда армянская диаспора, которой нет дела по большому счету до самой Армении, она живет своей жизнью, она как бы старается нагнетать, старается создавать некие сложности в азербайджано-российских отношениях. То есть вплоть доходит до того, что российским чиновникам приписываются слова, которых они даже не говорили. Как на ваш взгляд ситуация обстоит сейчас? Насколько серьезно в Москве контролируют этот момент? И готовы ли там это все пресекать? Прежде всего я хотел выразить всем людям в Азербайджане и свое поздравление с годовщиной начала победы во Второй Карабахской войне, которая была блистательной, без сомнения. А также выразить соболезнования в связи с гибелью многочисленных людей, которые действительно отдали свою жизнь за освобождение своей территории, освобождение Карабаха. Ну и я думаю, что здесь правильно вспомнить и выразить соболезнования по поводу всех, кто погиб в рамках этого Карабахского конфликта. И в трагические 1991-1992 годах, мы все помним, Хаджалы и другие вот эти вот ужасные случаи гибели, в том числе мирных людьми. Это первое. Второе, я хотел чуть-чуть тоже поддержать дорогого Фуада и сказать, что это очень важно, потому что президент привел большую волю, консоредировав усилие общества на этом. И сейчас мы видим результаты, плоды этой воли. Это не только формирование нормальной экономики, не только формирование хорошей, сильной армии, но это и вот эта вот проявленная воля для того, чтобы не оставить агрессору ничего, что им было захвачено столь несправедливо. Что касается российско-армянских отношений, вот я бы сказал так, потому что на самом деле Армения, с моей точки зрения, это не столько маленькая горная бедная республика, сколько очень богатая диаспора, проживающая в различных странах. Насколько я понимаю, в количественном отношении армян живет в мире значительно больше, чем армян в Армении. И в точке зрения политического, информационного влияния, в точке зрения финансов, армянская диаспора во много раз, если не в десятки раз, превосходит влияние и богатство армян в Армении. И с точки зрения политической позиции, армянская диаспора тоже занимает очень важную и ключевую роль, в том числе в рамках этой карабахской проблемы. Именно диаспора занимала наиболее жесткую позицию по этому вопросу и продолжает заниматься. Насколько я понимаю, люди там не смирились с этим поражением. И они готовят свою стратегию реванша. Эта стратегия заключается не в том, чтобы армянская республика вся мобилизовалась до последнего и пошла воевать в Карабах. И даже не в том, чтобы армянская диаспора мобилизовалась и послала воевать своих солдат со всех стран мира, с Францией, с Россией и так далее. Чтобы они покинули здесь свои рестораны, торговые центры из Москвы и поехали воевать. Нет. Речь идет о том, чтобы там за них воевал русский солдат. Они хотят системной работы через свою агентуру влияния в органах власти, в средствах массовой информации, в экспертном сообществе, в политических партиях, в Думе. Сейчас там избрано довольно много лоббистов. Они хотят добиться, чтобы постепенно ухудшались отношения не только России и Азербайджан, но и России и Турции тоже. И они хотят, чтобы когда-то, в какой-то период, условно говоря, лет через 10, было резкое ухудшение отношения России и Турции. И тогда они представят Карабахский конфликт, как войну между Россией и Турцией. И попробуют через свою сеть влияния, в своеобразную такую масонскую ложу, добиться, чтобы были приняты решения. И российская армия была послана в Карабах воевать там за армянские интересы. Мы категорически против этого. Мы считаем, что Россия должна занимать нейтральную позицию, как она занимается сейчас. И как позицию, которой придерживается Владимир Путин. Мы категорически против, чтобы российский солдат погибал за чьи-то интересы. Но мы не можем не видеть, что это очень мощная коалиция. У нее внятная, четкая, рациональная стратегия. И в рамках этой стратегии они шаг за шагом будут ухудшать отношения. Они будут убирать с арены всех, кто является сторонником дружбы России и Азербайджана, России и Турции. Они это и делают. Они будут максимально продвигать свою агентуру на все ключевые посты в информационных пространствах, политических структурах. И будут в конечном итоге стараться добиться этого. Вот этот план, коварный план, мне кажется, мы должны совместно срабатывать, чтобы увеличить мир и безопасность. Разумеется, раз уж мы коснулись этого интервью, интервью максимально обширное, там очень многих моментов касается, я хотел бы коснуться еще одного немаловажного момента. Господин президент, описывая как бы то состояние, в котором после войны Азербайджан находится, он сказал, что народ Азербайджана отныне народ победитель, страна победитель. И на самом деле это так. Мы, конечно, раньше, наверное, это было откровенно немножко болезненно говорить о результатах войны начала 90-х. Но это не значит, что мы не переживали за это. Сейчас совсем все по-другому. Ну, у меня два момента будет по этому поводу. Во-первых, какие горизонты перед нами открывает вот это ощущение народ победитель, страна победитель. И нет ли у вас ощущения, но это чисто по наблюдениям, что и после этих результатов и внутри страны мы как-то по-другому друг другу начали относиться. Да, я с вами согласен, действительно. Понимаете, это была боль, она боль была в каждой квартире, в каждом доме. Все говорили о Карабахе, и не только в Азербайджане, но и за пределом. Можно сказать, что это была проблема всех 50 миллионов азербайджанцев, проживающих на земле. Конечно, они сейчас впервые. Произошел вот наш верхонголовнокомандующий, наша доблестная армия. Они действительно подарили счастье всем 50 миллионам на население, и это произошел тектонический сдвиг, не только в военно-политическом смысле, географическом смысле, но и в духовно-моральном смысле. То есть у нас, уже у нас, знаете, эта проблема отошла, она тяжелым камнем висела у всех на душе. И теперь мы, понимаете, перед нами, как в том же интервью обратили внимание, он сказал, что нам предстоит возродить территорию, равную территорию такого государства, как Ливан. Вы представляете, построить заново государство, равное государство Ливан. Там выжженная земля. Это очень тяжелая, но очень приятная, очень почетная. И вы знаете, что господин президент всегда требует, чтобы все строилось не по последнему слову техники, а по завтрашнему слову техники. И это будет, конечно, регион, которого небо не будет вообще нигде на планете Земля. И это очень приятно. Хотя я с вами согласен, когда вы говорили о переименовании, я бы хотел добавить, что они в этом интервью господин президент тоже сказал, что преследовали две цели. Во-первых, чтобы не оставить наших следов, они разрушались, и по кирпичику разобирали, и потому-то они, мы это уже видели в Армении, в Армении все переименовано. Как будто мы там и не жили. Как будто мы там и не жили. Все топонимы переименованы, вся архитектура разрушена, изменена, кроме единственной мечети в Ереване. Все население изгнано, и все христианские албанские церкви называются переименованы в Армянский. Вот то же самое они здесь собирались сделать, действительно. И вторую цель господин президент сказал, что по кирпичикам они все это продавали. Действительно, вот он сегодня в самообращении, я хочу сегодня в том, что он назвал это действие неистующее, бесившееся, просто толпой. И я действительно согласен. И когда господин президент говорит, что мы не дадим подняться этому фашизму, да, мы со своей стороны не дадим подняться этому. И весь азербайджанский народ в это верит и уверен. Кстати, это одно из тех чувств, которые у нас сейчас есть, уверенность. Понимаете, читать в газете, немецкой газете, что если в тот момент с нами воевала бы армия Бундесвера, то мы бы все равно победили бы армию Бундесвера. Это дорогого стоит. Это действительно то, что какую армию создал наш верховный главнокомандующий. Но, тем не менее, я считаю, что это дело и армянской общественности. Вот как в свое время Германия не дала, а победила с фашизм. Это же не только победа была всемирная, всего человечества. Но это, прежде всего, искренняя. И сейчас, наверное, были в Германии, что это очень трепетно, они победили внутри. Армянская общественность, большинство армянского народа, конечно, здравомыслящие, они должны пресекать вот эту взбесившуюся толпу, вот этот вот нацизм. Я всегда говорю, что армянский народ – жертва нацизма. Понимаете, вот еще бы я хотел сказать по поведению войны. Ведь они, когда бомбили Гяньжи, вы помните, это была ракета Скат. А ракета Скат – это не является высокоточным оружием. То есть принцип был очень простой. Выбрать цель побольше. То есть если она отклонится, все равно в город попадет. И в ночное время, чтобы люди спали. Тактика начала девяном. Мы же помним. Мы же это помним. Да, мы очень хорошо это помним. И несмотря на это, они ждали, что нас провоцируют. Мы остались доблестной армией. Мы воевали только, и эти номера показали только с вооруженными силами. Кстати, когда они показывали, я очень легко отличал фейки. В информационной войне очень часто в эти дни были при включении армии, показывали феи, взрывы в Степанакерте, как они говорили. Я всегда говорю, что Ханьки-Анды, и говорю, что по одному только названию можно понять, где история, а где придуманное. Ханьки-Анды или Степанакерте. Это историческое название. И они, ведь на самом деле, они не говорили главного. Ведь тот самый 366-й полк, который был подарен Карабаху еще в начале 90-х, ведь он располагался, типа, на Керте. А это огромный мотострелковый полк. Тогда, представьте, у Азербайджана было два таких полка, у Армении два таких полка. И у маленького Карабаха тоже был один такой огромный мотострелковый. Это более 100 единиц бронетехники. Но когда мы будем бить по ней, то, конечно, вокруг зданий трещать будут. И какие-то такие постройки. Ни в один гражданский. Даже это исходило. Они говорили, что каждый день мы спускаемся в подвал. Я тогда спросил, а что дом-то сохранился? Вы же говорите, мы бьем по жилам. В какой же подвал вы спускаете? В какой же подвал? Ведь легче всего попасть в огромный многоблочный жилой дом. Легче всего в него попасть. А мы как раз оставались доблестные, честные. Мне понравилось, что главный редактор журнала Национальный оборон Коротечко сказал, что было видно, что вели честный бой. То есть мы делали все в честном бою. Понимаете? Мы на гражданское. Несмотря на то, что они нас провоцировали, тоже очень важный момент. Поэтому сегодня я хотел бы сказать, мы вспоминаем все это. Сегодняшняя началась информационная война, в которой вывклюсь. Я хочу поприветствовать Сергея Александровича, который тоже с первого дня, несмотря на то, что он даже заболел тогда, я помню, он тоже включился в информационную войну. И я бы хотел подчеркнуть, Сергей Александрович является тем представителем российской интеллигенции и очень высокопоставленный его институт. И он сам сделал очень много для развития не только российско-азербайджан, но и российско-турецких отношений. Поэтому то, что он сейчас говорит, я очень хорошо понимаю, потому что это сфера его деятельности. И вот эта информационная война, сколько было фейков? Вот господин президент сказал, фейковая история. Обратите внимание, он сказал, основанная на фейках. Вот этого надо победить, потому что, вы знаете, это самая новейшая история. Вот даже когда взяли Шушу, там был Айка, в эфир выходил со мной, Айка, как халатян. И он говорит, мои источники показывают Шуша у нас, Шуша нельзя. Вы помните это еще? Я сказал, сколько можно врать. Да, мои источники. И вот это армянский народ. Так что же говорит про древнюю историю Армении, когда даже новейшие истории врали, вот ежедневно в режиме онлайн врали, понимаете? И действительно, если они хотят возродиться, то нужно вот начать убрать белые пятна истории. Это несложно. Мы же во время перестройки все белые пятна истории убрали. Целый Советский Союз и та же Армения, тот же Азербайджан легко начали перелистывать, заполнять все белые истории. Надо это. А эту историю почему-то там не трогают. Она полностью основана на фейках. У меня будет вопрос к господину Маркову. Далее я хотел бы, если вам есть что по этому поводу добавить, вы бы сказали бы. Дело в том, что в эти дни, давая интервью, господин президент говорил и о будущем. Он не только вспоминал, как была война, как она шла. Он говорил и о будущем. И он сказал, что вот как бы в регионе то, что происходит и будет происходить, зависит в том числе от самой Армении. И, с сожалению, сказал, что пока должного понимания со стороны Армении вот этих новых реалий он не видит. Но в то же время он отметил, что как бы мы не денемся друг от друга никуда. И армяне здесь останутся, и азербайджанцы. И нам как-то надо жить вместе. И этот процесс примирения должен быть. Но с армянской стороны должен быть процесс оздоровления. Господин Марков, как будет протекать этот процесс оздоровления? Насколько он будет сложным? И вообще начнется ли этот процесс оздоровления? Я хотел бы узнать ваше мнение. Может быть есть оптимистичный, более пессимистичный сценарий. Глава государства особо отметил роль Российской Федерации вот в плане на будущее примирения двух стран. Да, вы знаете, здесь я согласился бы полностью с президентом Малеевым. Дело в том, что необходимо идти по пути примирения. Для того, чтобы конфликт полностью закончился, необходимо, чтобы не было в этом конфликте тех, кто чувствует, что он обижен, что он оскорблен, чтобы отношения к нему поступили несправедливо. Это известное такое правило. И вот одна из причин, почему Азербайджан нашел себе так много силы, мне кажется, заключается в том, что как раз очень несправедливо было там все. И массовые этнические чистки, которые затронули практически миллион человек, убийства мирных жителей, опять же вспоминаю Харжавы, и разрушенные дотла города, такие как дам, так сказать, многие села, и разрушенные исторические культурные памятники, вот о чем совершенно верно говорил господин Хуат Ахундов, наш друг. И это территории, которые пустые стояли для обмена. Ну это чудовищно. И вот тоже президент верно сказал, использование, по сути дела, экологического оружия. Это вот он подробно рассказал в интервью тоже нашему другу Игоря Коротченко, национальное оборудование, а в районе Тертера, вот эта вот речка, которая останавливалась в летний сезон, да, когда она была... Весной и летом не пускали воду, чтобы, так сказать, все засохло, а осень и зимой на ворот ее спускали, чтобы все затопило. Ну это же один ярчайший на планете Земля современный способ, пример использования экологического оружия, что совершенно недопустимо. И при этом все действительно так, тотальное какое-то вранье, да. Вот это несправедливость. И это сейчас должна быть проблема решена, прежде чем на основе справедливости. Я думаю, что и Россия, так сказать, продолжает говорить о Армении, так сказать, о том, что нужно все-таки освобождать полностью территорию Карабаха. Нужно признавать реально, что весь Карабаха – это Азербайджан. Но и на азербайджанской стороне тоже будет ответственность добиться того, чтобы не было никаких как-то вместе в отношении к армянам, чтобы армяне могли нормально жить в азербайджанском обществе. И отчасти этому помогает, залогом какой-то мере является концепция толерантности, которая является, по сути дела, одной из форм государственной идеологии современного Азербайджана, благодаря, опять же, президенту Альхаму Алиеву. Это очень-очень хорошее, многообещающее основное. Но все это потом еще нужно реализовать. При этом я хотел бы сказать о том, что в этом продвижении, мне кажется, опять же, со стороны Азербайджана мы видим попытки толерантности, и в хорошем смысле этого слова попытка построить мультикультурное общество. С другой стороны, со стороны Армении, к сожалению, видится такой очень жесткий национализм. И дайте, я хотел бы тоже армянских наших коллег как бы вызвать немножко подумать о том, что ведь проблемы во многом возникают у них тогда, когда они выступают слишком жестко, слишком обижают своих противников. Ну, зачем изгнали азербайджанцев оттуда? Зачем устроили эту резню? Зачем было сквернение этих, значит, мечетей и так далее? И разрушение вот такого города Агдама, мы же там были. Это просто чудовищное как бы кладбище города, по сути дела. И мне кажется, что необходимо такое внутреннее пересмысление армянскому обществу, армянскому народу, пониманием того, что не надо быть слишком агрессивным и хищным. Не надо слишком сильно атаковать. Мы не враги армянскому народу. Когда мы говорим, вот как фотохондов, о том, что армянский народ является одной из первых жертв вот этих фашистских тенденций, вот этого НЖД, так сказать, всего этого дела. Мы призываем, так сказать, для того, чтобы вы жили нормально, Армения жила нормально, сотрудничая с другими народами, не надо такой жадности, не надо такой жестокости, не надо такого неуважения по отношению к другим людям. Научитесь уважать других. И тогда другие будут уважать вас, и тогда будут возникать условия для такого дружеского становления. И, кстати, сказать трехсторонним заявлением, там есть уже какая-то такая, знаете, социально-экономическая, что ли, инфраструктура для восстановления таких отношений. Конечно, в итоге Россия-то неплохо действовала, когда в рамках Российской империи и в рамках Советского Союза и азербайджанцы, армяне жили вместе, и сколько браков было совместных, и сколько вместе на работе работали, и так далее. И вот к этой ситуации, может быть, невозможно полностью вернуться, но нужно стремиться. Если взглянуть на историю через сто лет, что так и будет, такая взаимная ненависть, что ли, и вот эти все битвы продолжатся? Нет, наверное, лучше постараться закрыть эту страницу по справедливости, решить вопрос и строить отношения, уже стремиться к их взаимовыгодным социально-экономическим проектам на Южном Кокказе, вот по этому принципу 3-3, 3-3, 3-3, который предложил Эрдоган, который включает, соответственно, Азербайджан, Армению, Грузию и Россию, Турцию, Иран. И также стараться развивать уже какой-то диалог культурный, гуманитарный, совместные какие-то проекты. Не надо держать такую обиду на Азербайджан, как мне кажется. Азербайджан правее, чтобы Карабах был азербайджанский. Весь мир это признает. Это справедливо с исторической точки зрения, с гуманитарной. Ведь там жили люди, не надо их было изгонять. И сейчас, когда будет восстанавливана Карабахская земля, мы понимаем, верим, что это будет сделано блестяще. И в качестве примера будет взята Баку в какой-то мере. Вот это центральное Баку, которое вызывает восхищение огромного количества людей. Мы верим, что эти экономические проекты могут быть совместными. Не сомневаюсь. Господин Марков чисто случайно подвел меня к следующему вопросу. Я хотел бы опять же коснуться того момента, что господин президент давал интервью Анадулу. А ведь там по поводу мультикультурального общества, сказал господин Марков, президент сказал, что армяне, живущие в этом регионе, это наши граждане, мы их таковыми воспринимаем. И дальше он пошел более детализированно. Он сказал, что вот мы сейчас восстанавливаем этот регион, и мы не против того, чтобы они принимали участие в этой строительном процессе. Он сказал, да, есть там правовой вопрос, надо решать. Но мы не против, потому что с нашей стороны есть полное понимание, что эти люди думают о хлебе насущном, они думают о будущем своих детей и так далее. Это был четкий месседж. Более того, он сказал, что тех населенных пунктов, где живут сейчас армяне, мы готовы и туда вкладываться, создавать для них условия. Вот вам, каковы ваши ожидания, какой будет ответ с армянской стороны? Может быть, в краткосрочном, согласно тактике ведения внутриполитической борьбы, может быть, они и как-то сейчас что-то не то скажут. Но я абсолютно уверен. Знаете, хорошо, что вы затронули этот момент. Я неоднократно видел сегодня, и хочу Сергея Александровича тоже успокоить, убедить в этом плане, что пока еще в Армении и в Карабахе живут люди старшего поколения. Я часто видел, знаете, как младшее поколение говорит, мы никогда не сможем жить вместе с азербайджанцами, при этом старшая, даже мать, допустим, дочь говорит, откуда ты знаешь, мы так прекрасно жили с азербайджанцами. Я это неоднократно вижу, потому что им это, они результат той самой нацистской пропаганды, о котором, в результате стоит памятник НЖД и так далее. А вот я уверен, залог есть, я верю, что это будет так. И уверен, что, ну, реакция, кстати, это хороший вариант, что если бы они могли бы строить, то есть мы этим экономическим завязками, как раз таки, потом трудно будет разрубить очередными какими-то нацистскими призывами. И вот Сергей Александрович хорошо сказал, что в советское время, то в Российской империи, в Российской империи этого Горигина НЖД судили как террориста. Он в знаменитом процессе, да, Дашнак Сутью, может быть, вы не знаете, у меня есть вот копия приговора, все 159 обвиняемых, он-то идет под номер 134. То есть его как террориста, а он сегодня стоит в центре Еревана. И в Армении много лет про Кочаряне, про Саркисяне, сейчас я не знаю, может, изменилось. Программная брошюра есть такая, Горигина НЖД его учения, это правящая партия. Он говорит, что просим не путать это с итальянским фашизмом и с немецким нацизмом. Это армянский цех и гурунцон. Вот, пожалуйста. То есть если начать, понимаете, я опять говорю, королевство «Кривых зеркал». Я у вас видел фильм интересный, шло сравнение между террористами ИГИЛ и террористами армянскими. Сказали, какая разница? Сказали, что разница в том, что в отличие от ИГИЛ, армянские еще боролись с мертвыми. То есть они еще разрушали кладбище. Это факт. Это факт, понимаете? Так там стоит, я увидел там этого самого, Монте-Милканяна. Так во время похорон, в Нью-Йорк Таймсе я читал в 94-м году и в 93-м году, во время похорон Монте-Милканяна, жена Монте-Милканяна, корреспондент у Нью-Йорк Таймса, говорит, это он у вас там террористом называется, а у нас он национальный герой. Вот я считаю, это говорит, что это королевство «Кривых зеркал». То есть в Армении все точно наоборот. Вот когда они начнут называть фашиста, нациста, нацистом или фашистом, а террориста террористом, это залог перестройки именно идеологической системы. Будем надеяться, что это случится как можно быстрее, потому что выиграет от этого в первую очередь сам армянский народ. Уважаемые гости, к сожалению, все время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Напоминаю нашим зрителям, все это время непосредственно у нас в студии с нами общался завсектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахунду. Фуад, моим огромное спасибо. А из России по Zoom с нами был российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Господин Марков, огромное спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Санан Зайв. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!